Пока малыш нуждается в удовлетворении своего сосательного рефлекса, соска становится настоящей палочкой-вручкалочкой. Но как только Кроха начнет произносить первые слова, от соски следует избавляться. Рассказываем, как сделать это быстро и эффективно. Когда лучше отучать ребенка от соски? Специалисты считают, что лучше всего отучать малыша от соски в возрасте до одного года. В это время вводится прикорм, и внимание малыша можно переключить на новые и яркие предметы для кормления – еду. Если вы видите, что малыш спокойно проводит много времени без соски, действуйте. Однако, если у Крохи режутся зубки, он до истерики не хочет расставаться со своим другом, отложите на время отучения от соски. В два года будет сложнее отучить ребенка от пустышки, ведь это кризисный возраст, когда все хочется сделать наоборот. А вот к трем годам расстаются с соской почти все легко и быстро. Не превращайте в трагедию наличие соски у Крохи и не застряйте на ней внимание. Как правильно отучить ребенка от пустышки? Первое – переключение внимания. Попробуйте заполнить дни малыша новыми впечатлениями. Убирайте соску с глаз долой, лучше уделите Крохе больше времени и внимания. Много гуляйте, показывайте, как поет птичка, бежит собака или как растут яркие цветы. Отлично было бы сходить вместе в зоопарк, а вечером дать в руки ребенку любимого зайца и убаюкать его колыбельной. Возможно, что малыш так устанет за день, что и не вспомнит о соске. Однако запаситесь терпением, так как отучение от соски может занять несколько дней или недель. Второе – ты уже взрослый. Говорите своему Крохе, какой он уже большой и напоминайте о том, что взрослые не сосут соски. Расскажите ребенку, что, например, у белочки в лесу родились бельчата и им нужна пустышка, так как они еще маленькие. Сходите в парк и оставьте соску около дерева. А может, малышу будет комфортнее отправить им соску в конверте. Если же ребенок закатывает истерики и просит соску назад, то купите ему новую, но ни в коем случае не унижайте своего ребенка из-за пустышки и не отнимайте ее силой. Третье – частичный отказ. Наговоритесь с Крохой о том, что он будет сосать соску только во время сна, а в остальное время соска будет отдыхать. Скажите, что это новая и интересная игра. Если малыш спит днем на улице, то попробуйте его отвлечь перед сном. Покажите ему листья, цветы, солнце. Ребенок больше не просит соску перед дневным сном, можно праздновать маленькую победу. Четвертое – резкий отказ. Метод подходит для детей постарше. Объясните ребенку, что соска потерялась, и не возвращайте ее ни под каким предлогом. Редко кто из родителей выдержит слезы ребенка, тем более что по ночам надо будет постоянно подходить и успокаивать малыша. Некоторые специалисты считают, что это самый быстрый метод, но готовы ли вы подвергнуть психику малыша такому испытанию и стрессу, и надо ли ли это делать.